В арт-сквере состоялось обсуждение перспектив работы архитектурной комиссии. Проработав с 2018 года по ноябрь 2022, она прекратила свое существование. Сейчас нам эти полномочия возвращены на федеральном уже уровне, благодаря решению Министерства строительства. И мы с 1 апреля начинаем работать почти в том же формате, в котором мы работали до 2022 года, с небольшими отличиями. Процедура согласования архитектурного облика здания включена в градостроительный кодекс. В связи с тем, что пакет документов установлен федеральным законом, он претерпел некоторые изменения. Задачи комиссии те же. Задача, конечно же, привести архитектурный облик города в надлежащее состояние, с учетом окружающей среды, в которой размещаются здания. Таким образом, с 1 апреля в Иванове ни одного разрешения на строительство не будет выдано без согласования внешнего облика. Чтобы внешний облик строящихся зданий не выглядел разношерстным, считает член архитектурной комиссии Михаил Недельский, решения должны приниматься коллегиально. Прошлая комиссия рассмотрела более сотни проектов, и лишь 29 приняла без изменений. Пример – строящийся дом на Красногвардейской. Мог бы выглядеть совершенно иначе. В рамках реализации данного проекта комиссия себя показала не только как регулирующий и согласовывающий орган, но и как дискуссионная площадка. В рамках реализации данного проекта на данной конкретной площадке это была очень важная и ценная дискуссия, потому что место крайне сложное. Это сооружение на стадии проектирования представлено на данных эскизах. Прежде чем оно приобрело тот вид, который имеет сейчас, было изготовлено много вариантов набросков. Работать – одно удовольствие, потому что заказчику нужно побыстрее, подешевле, почетче. А когда вмешалась архитектурная комиссия, у нас целый творческий получился диспут, совет. И родилось очень бесчисленное количество всевозможных вариантов, которые могли бы здесь появиться. Место, видите, яркое, на виду, со всех сторон просматривается. Екатерина Шахматова – один из архитекторов, которые работали над эскизами. Она отмечает только такое обсуждение. Помогло сделать такое здание, которое удачно вписалось в ландшафт Лежневской улицы и задает стиль будущей застройки. Ирина Афонина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».